МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импак», это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Сегодня я не один. С нами специальные служители, мои друзья, соработники и сослужители на Божьей Ниве. Небезызвестный мой друг, хороший друг Василий. Приветствую. Пастор Василий. Приветствую, да. Василий Гортовел. Церковь Ашвелл, прекрасный город. Прекрасный штат Северная Каролина. И церковь под названием Славик Сентер Салвейшн. Снова welcome, пастор Василий. Спасибо, спасибо. А также, друзья, welcome back, как мы говорим в Америке, welcome back, Василий Федорович Райчинец. Ну, скажи, добро пожаловать по-нашему. Сердечно приветствую вас, дорогие телезрители. Большое спасибо за доставленную возможность и такое радушие, и открытое сердце. Спасибо. Ну, я вам признаюсь, что у нас будет интересная тема, и кроме того, что вы несете служение старшего епископа церквей, союза свободных церквей, вы также являетесь старшим пастором большой церкви, называется город. Ну, мне приятно, когда о поляне говорят город, но это маленькое местечко в красивейшем карпатском регионе. И представьте себе, поляна 3600 жителей. Для вас это странно звучит. И все члены церкви? Нет, 536 членов церкви. Это получается каждый пятый. Ну, я в арифметике не очень-то, но я понимаю, что Господь благословляет нас. Слава Богу. Вот, и поэтому весь влияние, и для нас зеленую улицу правительство устраивает, потому что столько добра по социальной сфере, гуманитарных вопросов, сколько мы сделали за эти годы, с 90-х и по сегодняшний день. Ну, мало кто может представить подобный проект. Поэтому, как власти, так и люди местные к нам относятся с большим авторитетом. Один из, скажем, наболевших вопросов, то, что на слуху, всегда, когда гости в эфире, один из основных вопросов, это как Украина? Что нового в Украине? Стабилизировалась? Не стабилизировалась? Как война? Мир или не мир? Или перемирие? То есть, ну, поэтому этот вопрос интересует зрителей. Я хочу сказать, что у меня информация с первых уст, и я только что вернулся с востока Украины, где на сегодняшний день, я не боюсь этого слова, народ страдает, народ устал. И если спрашивать от самого меньшего до самого старшего, они говорят, нам ничего не надо, мир нам нужен. И тогда, когда мамы с новорожденными младенцами, тогда, когда уже опухшие старики не имеют возможности хотя бы быть в квартире, а в сырых подвалах из-за бомбежек, из-за перестрелок, ну, действительно, народ устал. Поэтому вопль всего народа Украины о том, чтобы Бог еще помиловал Украину. Но, конечно, света из этого туннеля еще не видно. Вы видите. Я вижу только в Боге. И если народ Украины, по словам пророка, смирится пред Богом, покается перед Богом, на сегодняшний день практически власть имущие много твердят, что Украина на коленях, и ей надо срочно подниматься из колен. Я напротив и на самом высшем уровне конкретно заявлял Украине, и украинцам надо встать на колени, признать свои грехи, просить у Бога покаяние и милость, которую бы Он явил. И Бог размилуется. Я уверен, это не только Бог, это наш родной отец, который поймет нас и поможет нам выбраться в создавшейся ситуации. Но на сегодня бурлит Украина, на сегодня мир, ну как бальзам нужен. И пропагандировать мир, нести мир, как пророк заявляет, да и апостол Павел заявляет, как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир, благовествующего благое. Но, на жаль, больше тех благовестников, которые способны рознести, разнобратности. А братолюбие, мир, дружбу, в которой есть особые ценности, но таких немного. Вот смотрите, вы говорите, что вы были на тех территориях, которые так называемые, мы добавляем эту приставку, ЛНР и ДНР. И, то есть, есть свободное перемещение туда-сюда? Я бы не сказал свободное, потому что посты выставлены и практически, если в тебе есть приписка, ну тогда еще простояв 22, 24 часа, 28 часов, вот можно попасть. Если это без приписки, тогда нужно специальное правительственное разрешение, что действительно этот человек несет мир, а не что-то другое, мягко говоря. Но, хочу сказать, что сегодня перемещаться из этих территорий очень сложно. А кто контролирует эти посты? С одной стороны, контролируют ДНРовцы, если говорить о Донецкой области, с другой стороны, наши национальные войска. И без пропуска практически сложно пройти, очень сложно. Мы были как раз на тех территориях, которым уже грохот разрывающихся бомб мин доходит. И представьте себе, тогда, когда мы собрались в Красноармейске, собрались из ДНР, из ЛНР, из Крыма, центральной Украины. Это пастыря собрались. Пастыря, пастыря. Пастыря непосредственно вашего объединения. Естественно, нашего союза, потому что объединение девич по Украине. И, обнявшись, плача, молились перед Богом под грохот этих разрывающихся бомб. И кто-то воюет, а кто-то молится о мире и просит у Бога мира Украине. А много церков на той территории? У нас в Союзе Свободных Церквей, в ДНР, практически ДНР разделено. Есть территория Украины, под контролем Украины, а есть под контролем уже ДНР. То под контролем ДНР у нас 26 церквей. Всего по Донецку и Донецкому краю у нас больше 30 церквей. А ЛНР 24 церкви. И по стечению обстоятельств они попали в эту зону. И что я хочу сказать? Сегодня эти церкви, их только благословлять и помогать. Церкви, которые возглавляю я, они пооткрывали столовые, пооткрывали какие-то аптечные помещения, какие-то санпомещения для того, чтобы помогать людям. И представьте себе, мой заместитель по Донецкой области, Саша Зайцев, он говорит, Федорович, много больных. Сырые подвалы, холодно, газа нет, электро с перебоями, дров нет. Поэтому очень сложно. И говорит по квартирам, бедные старики, температура под 40, а в квартире минус 5. Вот как их лечить? Поэтому они свозят их как-то в одну, ставят буржуйки и как-то проводят. Я прошу прощения, я перебью. То, о чем вы говорите, сравнивая с условиями, в которых живут наши старики, в хорошем смысле этого слова, наши отцы и наши деды здесь, на североамериканском континенте. Друзья, то, что мы слышим, через что проходят пожилые люди, да и не только пожилые, да и дети, и все остальные, это добавляет, по крайней мере, так должно быть в идеале, должно добавлять к нам столько порций благодарности Богу, такой объем благодарности Богу, который поместил нас в идеальные условия. В идеальные условия. Я как-то говорил вчера, или где мы беседовали вечером, говорю, я был у мамы, у родителей, стук в дверь, открываю, стоит молодой человек, привез медикаменты. Мама говорит, я ей не заказывала, но они строго по графику везут какие-то медикаменты. Я говорю, мама, и он привез целый пакет. Я говорю, вы это все применяете? Она говорит, если бы я это все применял, я бы давно умерла. Я говорю, так, слава Богу, я живу. То есть настолько создали условия для наших стариков. Стараются. Идеально. Во всех отношениях. Во всех отношениях. Первого числа строго приходит чек. Не сеяли, не жали. Приходит, как мы говорим, чек. Деньги приходят. И прочее. То есть то, о чем вы говорите, это... Тяжело поверить. Тяжело поверить. И плюс, я верю, что это все-таки добавит к нам. Все-таки, что мы в условиях намного лучше. И, к сожалению, я хочу сказать, много наших стариков неблагодарны. Есть такое? И много. Я слышал даже, говорит, надо уехать. Здесь кушать нехорошее, искусственное. В нашей церкви даже уехали двое стариков на Украину, где-то на Ровенскую область уехали. И какая ваша реакция на вот это вот? Майор, думать, что сказать, или сказать, что думать, Лоба? Это разница есть. Это разница. Я все больше задаю себе один и тот же вопрос. Почему тебя Бог больше любит, чем меня? А ведь, говоря то, что вы говорите, да тысячи раз преклоняться перед Богом, это особая Божья забота о вас, о ваших стариках. Слушайте, сложно сюда попасть. А отсюда? Пожалуйста, пускай выезжаете. Я так говорю, пожалуйста, билет в один конец. Да, но я был оптимистом, не остаюсь оптимистом. Я вам скажу искренне, мне жаль, что лучший из Украины уехал. Я знаю, мой адрес будет кидать много камней. Вот, мол, что ты их хвалишь, а вот нас. Нет, не в том дело, но с вашим уездом, с вашим уходом мы потеряли многое. Ну, где мне найти такого соработника, такого друга, такого помазанника Божьего, как Михалыч. Вот, это надо годы, чтобы кто-то возрастал, кто-то проходил низины и высоты. Но я не могу сказать, что Бог нас не любит и не благословляет. Действительно, с трудностями, с переживаниями. Но, Господь милует нас, если можно, один конкретный пример привести. В моем союзе, где я несу служение вот уже долгие годы. Более трехсот церквей у вас. Триста шестьдесят. Триста шестьдесят. Вот, есть такая Красногоровка, кто имеет представление о Донецкой области, он понимает, о чем я говорю. У нас там была церковь, когда я принял ее, было тридцать человек, и вот прошли годы. Тридцать, если один умирает, один покается, но все равно тридцать остается их. Вот, за эти два года войны практически, там больше триста членов. Поэтому есть и плюс. Опять-таки, дорогие телезрители, не поймите меня превратно, что я восхваляю войну, и благодаря войне есть спасенную душу. Это не тот вопрос. Но, опять-таки, этот страх перед неизвестностью кого-то побуждает искать Бога. Их тревога, то до Бога. Главные люди знают туда обращаться. Естественно, и вот в Донецке, да, большущий молитвенный дом, больше тысячи сидячих мест, да. И Саша говорит, ну, воскресенье есть воскресенье, а вот по средам, по среде недели, ну, слабое посещение, да. Сегодня, как в воскресенье, так и в среду полный молитвенный дом. Естественно, с многих церквей собираются, потому что там, где были церкви, многие пастыря уехали. Кто имел возможность, кто остался и не имел возможности, идти некуда. Поэтому там, где есть, там они и собираются. Ну, пострадали. Вот этот вопрос я хотел бы вам задать. Служителя и пастыря ваши пострадали. И не один пострадал. Пострадали. Пострадали. Ну, если говорить о страданиях, то переносили страдания очень многие. Были в подвалах. Вот. Вот, двоих убили. Убиенные. Да, убиенные. Вот. Семьи остались. Мы стараемся, со своей стороны, практически быть рядом. Не только хорошими советами и духовной поддержкой, но в том числе и материальной. Но я скажу, что когда нет, почему Рахиль плачет о детях? Их нет. Нельзя утешиться и посмотреть в глаза. У нас был круглый стол с представителем норвежской страны. И Арсений Петрович еще был премьер-министр. Ну, и он рассказывал то, все другое, вот, и достижения. Я ему сказал, Арсений Петрович, вам надо посмотреть в глаза тем вдовам, которые остались без мужей. Вам надо посмотреть в глаза тем сиротам, которые остались без родителей, в кавычках, благодаря войне. Вот. Их слезы, их безысходность и тупиковые положения навевают и на нас страх. Поэтому самый лучший вариант пропагандировать, нести, молиться, просить у Бога мира Украине. Не перемирие, но мира. Ну, перемирие ничего не дает, это время перевооружения мира Иерусалима, Украине. Но я хочу сказать следующее. Вам, здесь нам, мир нести, пропагандировать и вдохновлять миром может тот, в кого есть мир в сердце. Совершенно верно. Без сердечного мира, круглые столы, самые высокие посты сосадятся. Нормандский формат, белорусский, минский формат, еще какие-то форматы, вроде что-то договорились, не успели разойтись, а оно все как мыльный пузырь. Вопрос, почему? Мир в сердце должен быть. Без мира в сердце ничего не будет. Почему Христос сказал своим ученикам, мир мой даю вам и мир мой оставляю вам? Не так, как мир дает нам. Наслед времени положить на веса то и другое, но я хочу убедительно сказать, только и только тот может пропагандировать мир, в которых поселился Господь и мир царствует в его сердце. И, кстати, мы можем перенести, всякая истина параллельна, мы можем перенести это в плоскость также церковного нашего общения, то же самое. Если в сердце мир, тогда на всех уровнях объединений, союзов, межцерковных отношений, тогда действительно будет божественный мир. То есть не будет перемирия, а будет божественный мир. То есть это, и, наверное, это должно, по большому счету, если это начнется в нашей церковной среде, тогда оно перекинется и на людей, которые окружаются. Юра, я думаю, что ты один из тех с нас, которые молимся вообще, чтобы Господь благословил весь мир. Ведь Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, весь мир. Но когда мир, не мир сердечный, а мир, как со словами общества, да. Когда он увидит Бога у нас? Написано, если его... Если будете любого иметь между собой. Поэтому это и есть тот эпицентр христианства. Тогда, когда мы будем понимать, что, несмотря на некоторые различные взгляды... Дорогие телезрители, поймите меня, я представляю союз свободных церквей, а не каких-то других... То есть свободных от греха? Да, естественно, это первое. Но и второе, свобода в поклонении Богу. Поклонение и служение Богу Востока Украины и Запада Украины. Это разных служений. Но почему я должен диктовать, к тому же на Востоке, нет ты должен так, как я? Естественно, есть стандарты, есть догма, есть то, от чего мы не можем поступить. А уже служение Богу, а в тех сферах и в тех формах, которые церкви проводят, да благослови Господь. Та структура или та форма, которая приемлема окружающей среде, не отступая от стандартов Божьих, благослови Господь. Это будет то положение, когда в разноцветье, в разнообразии мы можем создавать мир и единство. Друзья, мы в эфире и у нас в эфире старший пастырь церкви Славик Сентр Салвейшн. Это Ашвилл, Норск-Колорайна, Василий Хартовилл. И также с нами в эфире старший епископ свободных церквей Украины ХАЕВЭ. ХАЕВЭ, да, я это усвоил уже. Хочу подтвердить. Василий Федорович Райченец также несет служение. Кстати, как название церкви вашей? Церковь христиан евангельской веры. Без названия. Я бы не сказал без названия. Евангельская, это не ценность звания. Мы обычно добавляем или вюфание, или пилигрим. Чудесно, чудесно. Поэтому, Василий Федорович, вчера пастор Василий поделился со мной вечером о том, что обращение вашего родства, ваших родителей к Богу было уникальным. Это произошло на Западной Украине. Я задавал вопрос, и вы подтвердили до эфира о том, что действительно Варонаев, как мы говорим, лидер пятидесятницкого движения на востоке Украины. Кстати, у нас был ряд эфиров и с историками, и с небезызвестным историком с Украины. Он здесь неоднократно был у нас. Также он об этом говорил. То есть, и Варонаев дошел до Западной Украины, а, кажется, дошел аж до Мукачева. То есть, и практически там началось пятидесятницкое движение. Но обращение ваших родителей, оно было чуть попозже, уже было после войны. Так, вам слово. Попозже, потому что первые, так сказать, позывы евангельского движения, это были такие прохановские. А братья, опять-таки, с Америки, те, которые родились там, по стечению обстоятельств появились здесь, потом снова, как уже миссионеры пошли. Поэтому это было такое евангельское направление прохановского уклона, если можно сказать. То, что ты говоришь за Мукачева, да, это был эпицентр в Карпатском крае. Поэтому они не так давно праздновали столетие уже. Мы праздновали три года тому назад восемьдесятилетие. Ну, есть разница. Но первые практически у нас в Поляне, если говорить, первые, те, которые приняли евангельскую весть, это были прохановцы. И тогда, когда Воронаев дошел, тогда, когда пришло учение об омовении ног, потом крещение Духом Святым, это было такое время пробуждения еще одного. Уникальность моих родителей и их покаяние в том, что моя мама была абсолютно неграмотная, а отец высокограмотный. Как они собрались, только Бог ответит, и я спрошу его в районе, когда буду. Ну, это же два противоположности. И да, отец был на своем месте, он основатель, директор, первый директор завода Поляна Квасова, небезызвестных минеральных вод. И тогда, когда... Ты говоришь по сегодняшний день? О, да, о, да. Поэтому мне очень нравится, я люблю пропагандировать, пить воду Поляна Квасова. Видите. Торгитер и зритель, она от всего помогает. Вы меня убедили. Отчего я не знаю. И я возьму билеты со своей женой, наверное, мы посетим вас. Я тебе покажу все места, все скважины, все истоки. В прямом эфире я уже и подтвердил. Да, это запомним, это запомним, да. И вот в 49-м, 50-м году, когда это пробуждение достигло и нашего края, края, где мой друг Василий родился, вот, ну, отец уже тогда был первый секретарь райкома партии, вот. И, естественно, о 50-никах говорили то, что и здесь знают. О чем говорили и что говорили, позорили вовсю и на каждом шагу. И отец хотел, чтобы пробиться в область, быть первым секретарьом обл, исполкома или райкома партии, он хотел поймать то, что люди говорят. А мама уже уверовала. О, да. О, да. Ссор было полно. До развода доходило. Но отец не мог согласиться, что это может быть так. И тогда, когда он пошел ловить, настолько благодать Божья была присутствующая, что он упал на колени, покаялся, вот, и на следующий день партбилет на свое удостоверение отнес туда, куда не надо было относить. И, естественно, через несколько месяцев, в 51-м году, его судили на 25 лет и отправили в далекую Европу. В 51-м. В 51-м. Это и моего отца судили в 51-м. Да. Тогда же давали 25 конкретно. 25-м. 58-я политическая статья. И мое босоногое детство было очень тяжелым. Очень тяжелым. НКВД-исты конфисковали все то, что можно было и живое, и недвижимое. Осталось голо и пусто. А тогда сказали, мать, даже с колхоза уволили. А тогда сказали, а сейчас пусть Бог ваш помогает вам. Всюду так называемые были посты, шестерки, которые, если кто-то бы и решился принесть что-то и помочь чем-то, это было бы катастрофой. Стукачи сразу находились. О, да, о, да. К сожалению, среди украинцев тоже они были, да? Уже их меньше, наверное, есть, но были. Слушай, я тебе скажу больше, если среди апостолов было. Ну, есть то, что есть. Я помню, что я перебил, я помню, как Федор Федорович рассказывал, отец. Я был молодой, он много наставлений, он любил меня. Много советов давал, и он рассказывал, как было. Ну, он говорил, как нужно прощать. Он говорит, знаешь, что было у меня? Меня судят. И спрашивает, это было? А он молчит. Это было? Следователи требуют ответа, отчет. Да, в духовной работе. А тогда он говорит, хочешь мы тебе докажем очную ставку? И заводят брата, с которым они вместе молились, заводят его, и тот говорит, да, было, он это делал, это делал. И как же я тогда сказал так? Если он сказал, что было, значит было. Но я ему простил. Видишь? Представляешь себе? Да. Да, прощать не просто и нелегко, и прощать может только тот, кто сам прощал. Несомненно, несомненно, да. То есть, таким образом, ну, отец потом возвратился? Да, отец возвратился, но уже функционировала небольшая церквушка. Вот, и по возвращению началась более плодотворная работа, вот, умножение. Но так в Поляне и продолжалось две церкви. Вот, как ни странно, но на сегодняшний день одна церковь. Одна церковь. Оказывается, что те и другие могут жить вместе, прощая, вот, любя и стараясь угодить Богу, а не себе. И на сегодня у Поляне большая, кстати, единственная в протестантском направлении церковь, где мы возросли до того, что у нас есть четыре радиопрограммы, три телепрограммы, один из них прямой телеэфир, и о Поляне знают многие-много. Ну, это, я впервые о Поляне узнал, ну, наверное, лет от небезызвестных семьи Петрусов, много лет назад, действительно. Поэтому этот, как я его назвал в начале эфира, город, он на слуху. Итак, давайте, братья, мы плавно перейдем к, это было небольшое вводно, а теперь мы перейдем к дружбе и ценность дружбы. Давайте к этой теме мы и перейдем. Мы чуть затронули, взяли чуть-чуть в нашей беседе относительно того, что все-таки насколько она важна, если мы не просто сосуществуем, но мы сотрудничаем. Есть сосуществование, но это что-то другое. Есть со-служители, со-работники. Я так люблю вот это со божественное, эти приставки со. Со-служители, со-участники, со-работники. То есть их так много со. И вот как если бы побольше этих со, ярким примером этому, то, что все-таки в здоровом теле Иисуса Христа есть здоровые вот эти со. Даже то, что вы здесь на конференции в Калифорнии, это уже говорит о том, что все-таки и вас пригласили. Ну, это мой хороший, хороший, и третий раз повторюсь. О, да, еще больше. Еще больше. Адам Семенович, мы с ним подружились, и в этого человека можно многому учиться. Я люблю, просто люблю его присутствие. И тогда, когда мы уединяемся, со-служители, да, самые животрепещущие вопросы, самые сложные библейские вопросы, вот, можно слушать часами, сутками, и принимать это во внимание. Поэтому тогда, когда я перезвонил ему, и он запрос дал и пригласил, я искренне и сразу согласился приехать. Да, слава Богу. Да. Поэтому вот ценность дружбы, насколько она важна? Ну, если мы начнем разбор этого вопроса, то я бы хотел нам сегодня в нашу средину размышлений поставить пожелание апостола Павла к Галатам 5.13. Вот, носите времена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, да? Что такое бремя? Это тяжесть. Это то, что нужно тащить, употреблять максимум силы. Это то, что кажется излишне. Но почему-то бессмысленным Галатам, по словам апостола Павла, он советует носите бремя на друг друга. Ведь на сегодня, если говорить о мире как таковом, то люди говорят, полно своих забот, полно своих этих бремен, которые еле-еле тащишь, я бы еще кого-то и чего-то. Но ведь спасенное христианство уникально тем, что они способны кроме своего брать еще чье-то. И дружба завязывается не на слове, а на поступках, на помощи. Ведь не тот друг, который дружит, когда все хорошо, когда полные карманы. В блудного сына тоже хватало друзей, пока было имущество отца в его кармане. Но когда он обнищал, вот тогда оказалось. Ведь народная мудрость говорит, друг познается в беде. И тогда, когда человеку сложно, я считаю, что один из такого тяжелого бремени, когда человек в чем-то разочаровывается, когда человек, говоря библейским языком, где-то падает, и осудить, исключить, да, это нет проблем, это хватает и судьев, и тех, кто за исключение. А помочь, а помочь пробудиться снова этой душе. Или восстановить. Да, и поднять его, восстановить его. Вот где несение этой тяжести. А дружба так необходима. Имел ли Христос друзей? Ну, я скажу больше, он обратился к ученикам и сказал, вы, друзья мои, я не называю вас уже рабами, раб не знает, что делает господин, а я открыл вам все. Друг это тот, который способен быть прозрачным и открытым. Я бы хотел поставить сегодня три постулата о ценности дружбы, на котором созыждется дружба. Если брать библейские истории, но я думаю, что таких друзей, как Давид и Иоаннафан, сложно найти еще в Библии, да? Вот, это особая дружба. Но смотрите, ведь это не одна семья, это не кровные братья, это два противоположных общества. Иоаннафан – это наследник царя, сын царя, ему трон, ему слава, ему все. А Давид кто? Это сын Есей, это пастух, да? Но у Бога другие планы. И они способны дружить даже тогда, когда Иоаннафан знает, что не он сядет на трон, а его же, его же, ну… В кавычках соперник. Соперник, да, да. И знаешь, ему угрожает беда из-за этого. Да, да, да. Что он дружит. Поэтому первое, на чем созыждется верная дружба, это правду говорить в глазах. Ведь не той друг, который махает головой всю дорогу в одну сторону. Искренний, честный друг – это тот, который скажет правду в глаза. Ведь Иоаннафан говорил Давиду правду в глаза. Он говорил, тебя ждет, ты знаешь что, туда ходи, а это место обойди. И эту сказать правду я сегодня хочу обратиться к служителям, которые, думаю, согласятся, что немножко полицемерить и обойти острый угол вопроса немножко стороной гораздо проще, гораздо легче. Кажется, и не обиделся, кажется, понял, все хорошо. Но ведь кто мог сказать высшей элите религиозного общества Израиля, как не Христос, вы украшенные гробы. Я не думаю, что это приятно звучало. И я думаю, что взор этих людей менялся, тем не менее, он правду говорил в глаза. Он не только сказал, что эти гробы, но он им сказал, чтобы выбраться с этой ситуации с целью, которая бы поднимала и снова восстанавливала. Поэтому это первый, так сказать, постулат – правду говорить в глаза. Второе, а за глазами о друге говорит хорошо. Но ведь, я думаю, тайну не открою, если сегодня представить стол, чай пить и кофе пить, и как просто и легко обговорить, ну, вроде своего друга, да? Это просто, это так, как по маслу идет. Но в его отсутствии говорить о нем хорошо – это не каждый может. Это может только тот человек, в котором сердце, и на троне сердце Дух Святой. Вот. Это второй постулат. И третий постулат, дорогие телезрители, еще более тяжелый – это радоваться успеху друга. Почему у него получается, а у меня не получается? Я ловлю себя на мысли, почему Василий уехал, ему хорошо, а я остался, да? Да. Вот. Ну, так Бог предусмотрел. И мы остаемся друзьями, независимо от стран, независимо от расстояний и так далее. Поэтому тогда, когда ты, дорогой мой, будешь радоваться успеху своего друга, своего ближнего, это правильная дорога. Так было у Янафана и у Давида. Поэтому на этих трех постулатах давайте мы построим сегодняшнее размышление – ценность дружбы, а опасность дружбы, не дружбы. Есть такая книга судей. И в этой книге практически это переход от патриархии к царям. И 13 судьев, которые правили тогда, ну, как правили, это другой вопрос. Думаю, что одна женщина правила лучше всех 12. Но это не тема сегодняшнего дня. Тогда, когда практически все уже 12 колен, 11 получили наделы, одно данного колена осталось без надела, ну, и послали разведчиков, сегодняшним словом говоря, ну, тогда, как говорили, саглядатой. И те пошли в низменности Иордана, посмотрели. Помните, они нашли городок Лаис, красивый, роса Господня орошает, зеленый, в цветах весь присмотрелись. Но там есть, дорогие телезрители, одна заметка, которую я сегодня бы хотел поставить на плоскость рассуждения. Жители Лаиса были очень спокойные. Там сказано «покойные». Ну, покойники, я боюсь, чтобы не поняли по-другому. Но беда у них была, они жили по традициям и культуре седанян. А эта культура говорила об исключительной замкнутости сам в себе. Я доволен. Ну, приблизительно так, как кладыкийцам говорит Дух Святой. Я богат, разбогател, ни в коме, ни в чем не имею нужды. Это приблизительно так. Вы смотрели это. И 28 стих той же главы говорит о беде, о проблеме. Уничтожили, перерезали, сожгли, все. Ответ был «некому было помочь». Сегодня, когда на Украине проблема, сегодня, когда беда заглядывает в каждое второе, может, и в каждый дом Востока Украины, как нуждаются люди в поддержке, как нуждаются люди о помощи, как нуждаются люди в дружбе. И сегодня мы видим, что дружба, которую предлагает Господь, она не та, которую предлагает мир. Потому что в ней есть духовная составляющая. Это одно. И второе. Как мир предлагает дружбу, да? Я еще не видел, на длинном пути своей жизни, я еще не видел, чтобы депутат Верховной Рады Украины подружился с колхозником. Потому что с колхозника нечего взять. Нечего взять. Депутат с депутатом. Ты мне, я тебе. То есть мир предлагает дружбу на выгоде. Не выгодно, будем дружить. Не выгодно, мы не знаем друг друга. Господь предлагает дружбу на жертве. Это совершенная разница. Разница тогда, когда жертвуя собой, Иисус представил дружбу нам. Это, другими словами, не требуя наши, а любя нас. Мир предлагает и желает не нам, а наши. Я не знаю, как у вас в Америке, но у нас, не дай бог, заболеть, то каждый понимает, что врачу нужно. Это так сказать. Но давайте мы посмотрим на опасность одиночества. Я скажу больше, есть еще хуже святое духовное одиночество. Я думаю, это еще более опасно тогда, когда я настолько свят, настолько праведен, настолько одиночен перед богом, что я не хочу, чтобы близко подходить, так сказать, оскверняться дружбой. Уверенно все. Да, да, да. Давайте посмотрите на Илью, который под мужевельным кустом в скорби, и, я скажу, больше в негодовании, говорит, господи, забери мою душу, я жить не хочу. Илья, что случилось? Илья, что случилось? Ну, если ты хочешь Господу, да тебе просто не надо было оставлять Сузы. Там жена, жена Ахава, помогла тебе быстро перебраться. Он не хочет этого. Он удирает оттуда, а вот там кричит Богу. И вы помните, как Господь ведет его? Это для меня урок из уроков. Накормил, напоил, а сейчас иди. Длинная, пустынная, сорокадневная дорога. Не, Бог благословил пройти путем Израиля от земли Гессем, через Египет и войти в Израиль. Поэтому я находился на той горе Синай, где по преданию сегодня говорят, Моисей заповеди получал. Я считал, что всегда эта гора, где Моисей заповеди получал, и гора Харива одна и то же самое. Это не одно и то же самое. Есть другая сторона этих каменных глыб высоких. И на этой горе Харив посредине где-то приблизительно пещеры есть. На этой, где Моисей заповеди, вообще никаких пещер нет. Что я хочу сказать? Пройдя этот длинный путь, придя туда, Господь обращается к Ильи и задает, ну если не издевательский вопрос, то, по крайней мере, для меня непонятный. Зачем ты сюда пришел? Ну, Господи, ты же меня кормил, поил, сказал, иди. А сейчас так ты издеваешься надо мной, да? И послушайте, боль Ильи, боль сердца. Бог на его смотрел, как на свое дитя по всей вероятности и учил урокам, которым нам надо учиться. Он говорит, нарушили, разорвали завет с тобою, жертвенника разрушили, пророка убили. Я один остался. И моей души ищут. Так Бог смотрел на его. Я не знаю, как Илья не заметил, ведь это не семь человек. Это не семьдесят, это не семьсот, это семь тысяч. Бог говорит, Илья, семь тысяч я соблю себе. Они не преклонили колено перед валом. Илья этого не видел. Это святое одиночество. Почему сложно Ильи? Да потому что он не видит подобных себе. Он не видит спасенных, как он спасет. Он не видит тех, кого Господь так любит, как его. Поэтому святое одиночество и замкнутое. То есть это, я знаю, духовное монашество и уединиться в келье, одиночество своего сердца, это опасно. Очень опасно. Если, вот я по ходу задам вопрос. Вы видите, что этому есть место в нашей среде, да? Лидер, который вырывается из, ну нельзя сказать общего круга, но вырывается из среды. Потому что я так понимаю, что ваше духовное наблюдение, они исходят из чего-то или исходя из кого-то. То есть есть этому место. Это я уже практически вопрос задал. Знаю, что у вас есть дальше тема. Знаю, знаю, что ты можешь и опасный вопрос задать. Поэтому я буду думать, как отвечать. Я хочу сказать, что выбор друга, да? Или выбор дружбы. Это непростой вопрос. Ведь многие из служителей... Не, я не говорю, что это у вас, это у нас. Многие из служителей хотят выбрать друга, чтобы он поступал так, как я хочу, говорил так, как я хочу, по всей вероятности, и думал, как я хочу. Вот это друг. Но ведь давай посмотрим на двух друзей евангельских, да? Петр и Иоанн. Совершенно разные люди. Один постарше, один помоложе. Одного огня хватает и ревности всегда впереди. Ну, а Иоанн – это такой, знаешь, маменький сынок, который в груди любит полежать и, так сказать, поближе быть к источнику своему. Но ведь идут, а не деяния апостолов, идут они в храм. Сказано, автор говорит, Лука описывает, и говорит, что они идут вместе. Вместе – это на украинской мове мне подобается разум. Могут идти разные люди разум? Могут они идти вместе? Благословенные пастора, диакона, я сегодня хочу обратиться к вам. Не проще ли перейти дорогу, если ты видишь, идет пастор напротив, перейти дорогу и так со стороны, как возрасте, хеллоу. Вот, и на этом все. Чем подойти, пожать руку, обнять друг друга и поделиться чем-то. Но эти два разных ипостаса, два разных характера. Ну, и в возрасте, и в подходах они разные, но они идут вместе. Второе, на что я хочу обратить внимание, тогда, когда этот несчастный просит у какой-то помощи финансовой, ответ Петра был коллективен, не одиночен. Он говорит, взгляни на нас. Он не сказал, на меня взгляни, да? На нас взгляни. Кто из вас представлял, два человека стоят, и на обоих можно посмотреть, косоглазие можно получить. Ведь речь не идет о какой-то плотском взгляде. Речь идет, мы едины. Не смотри, что возраст разный, наши какие-то взгляды разные, мы вместе. Причем идем туда, где вчера только у нас сделали то, что сделали, да? Евреи не досчитывают по один раз до сорока. Ну, и опять идут туда. Зачем вы идете туда? Вас только что побили. Но оказывается, они не идут к тем, кто их бил. Они идут ради спасения грешной души. Это очень важно служителям. И поэтому, если немножко разные взгляды, если немножко разный возраст, если немножко разное толкование, мы можем вместе преследовать одну и ту же цель. Спасение грешной души. А если мы за того же Петра, вы вспомнили, если мы дальше пойдем, Петр же встал с одиннадцатью. Вы помните, в день Петра десятилетия? Петр встал с одиннадцатью. Мы можем образно или прообразно понимать, поднялся Петр, а за его спиной он чувствовал дыхание одиннадцати. Или они поднялись с ним, или они сидели. То есть, можно тут понимать по-разному. Юрочка, я хочу больше сказать. Пожалуйста, please. Кто эти одиннадцати? Это Петры все? Нет, конечно. Разные люди. А там же тот, который говорит, помнишь, он Кесарии Филипповой, когда Иисус сказал, друг наш Лазарь умер, он это поддевал. Ну, и мы пойдем все умрем. Потом, когда ему ученики, его друзья говорят, Христос воскресший, мы его видим и встречаем. Чего там? Покуда я не поковыряюсь в его ранах, я не поверю. Это один? Кто еще там? А там сына Громовы. Те, кто только слава. Давай, правая сторона, левая сторона, и поближе, возле царя. Я хочу сказать, что не в этом, не в этом проблема, что мы желаем быть с правой и левой стороны. Это хорошее желание. Я с 96-го года член Сеукраинской Рады Церковной Реологической Организации. Пережили четырех президентов. Думаю, даст Бог... Еще пару. Еще пару. Да. Вот. Это ты сказал. Вот. И что я хочу сказать. После встреч фотографии делаем. Вы бы видели, как эти с крестами и с посохами и в ризах бегут, чтобы справа и слева с президентом стать. Протестантам никогда не удается. Но я считаю, это нормально. В чем проблема справа и слева? Что сыны Громова говорили ему? И мама то же самое. Когда ты будешь на престоле, мы хотим сидеть с тобой. Сколько сегодня служителей, которые только сидят. Справа и слева. Конференция. Хорошо, когда я на трибуне, когда я справа, слева. Но ведь не к вопросу сидеть призывает наш Господь нас, а к вопросу служить. Христос сказал, я не пришел, чтобы мне служить. Я пришел для того, чтобы послужить. Поэтому, если бы, я уверен, что Иисус бы положительный дал ответ, если бы не сказали, Иисус, мы хотим с тобой справа и слева помолиться, мы хотим с тобой справа и слева поступать, поддержать, поддержать ту же Самарянку, послужить. Не, мы хотим сидеть. Но таких восседающих хватает. Про заседавшихся. Да, 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 да. Но, если он стал с одиннадцатью, пускай, как ты говоришь, они продолжали сидеть, но они были вместе. Кто еще там? Не только Фома, не только восседатели, а там еще и те, кто с Петром пошли ловить рыбу, оставив свое ремесло. Да? И опять-таки, мне кажется, Иисус, ну ты же стоишь на берегу, ну хоть говори им то, ну ты же обращался к Петру. Петр, ты будешь ловцом, но не рыб, чего ты другого, твой профиль совершенно другого служения. Петр, останови. Но ни капельки упрека, помните? Да. Тогда, когда неузнаваемая ипостась обратилась в тем, кто всю ночь пахал. пахал. Если у вас... А, ну, он сказал первое, дети, что может быть ближе, чем дитё, родное дитё? Я бы сказал им, эй, рыбаки, еще хуже, и мужики, это цветочки, вас ждет еще что-то, так сказать, почище. Но ведь сердце Господа Иисуса Христа, оно все объемлющее, оно любящее, оно милующее. Дети, есть ли у вас какая пища? А, говорят, нет ничего, ни плоского, ни духовного, устали. Второе, он обращается и говорит, закиньте сеть, закиньте сеть. Как важно послушаться голоса Господа. Пётр мог сказать, слушай, а кто-то такой. Мы закидывали справа, слева, спереди за всю ночь. И я смотрел, сколько труда надо, чтобы закинуть эту сеть в Генисаревском озере. А вот, ни словечко, ни послушание, закидывать. И только, и только тогда, когда Иоанн посмотрел, сколько барахтается там крупной рыбы, на мелководье, где рыба не водится, он уже не туда смотрел, а смотрел туда. Говорит, Пётр, это Иисус. Петру не надо было уже ни сети, ни рыба, кинулся, чтобы побыстрее согреть свою душу у того, кто греет и тело, а не только душу. Поэтому я сегодня хотел бы сказать, ценность дружбы заключается в том, когда мы принимаем друга так, как он есть. Не стараясь сначала его выжать, выкрутить все из его, так сказать, возможности. Ну, а если он поймёт и сделается такой, как я, тогда будем дружить. Дружба может быть искренней и тогда, когда не одинаковые взгляды, тогда, когда мы смотрим на служения различные по-разному, тогда, когда мы, не отступая от доктрин Господних, преследуем одну единственную цель – достичь грешной души. Вы знаете, вы тронули настолько больную, но важную тему, настолько этот вопрос, особенно от последнего вашего словосочетания, относительно того, что мы можем не просто сосуществовать, но имея единство в главном, блаженной Агустинской, а во второстепенном мы можем иметь свободу. Но во всём мы можем иметь любовь. Почему? Потому что я в Америке уже скоро будет третий десяток, то есть 27, если не 28 лет уже, то есть это уже полжизни прожив здесь. И я заметил, что американская среда в вопросах нашей с вами этой больной темы, ну, как больной, это важная тема, но тем не менее в рамках то ли это, вы меня поправьте, если я не прав, то ли это в рамках нашей культуры или нашей нации она болезнена, или того, или другого. Но американская среда, она другая, потому что я много общался и общаюсь с американцами, я вижу, что они могут сотрудничать это чуть-чуть этого уклона, этого направления, а это чуть-чуть вот этого направления. Но когда надо гурьбой навалиться на какой-то проект, они миллиарды долларов собирают, откладываются в сторону различия сразу же. Я десятки, если не сотни раз был на такого рода мероприятиях. Тебя не спрашивают, ты из левых, из правых ты, или из радикалов, или ты из крайних, или ты из каких. У нас одно дело, навалимся гурьбой. Смотрите, когда Гаити трусануло, как мы говорим, Гаити 10 лет назад, так американцы 10 миллиардов собрали в течение нескольких дней. Уму непостижимо, уму непостижимо в течение нескольких, 10 миллиардов, потому что, видите ли, чернокожих потрусило там, или наводнение было. То есть, и таких примеров масса. Украинцы это особый народ. Особый. Да, его особенность... Хороший народ. О, да, о, да. Ну, я аж один из них, поэтому там, где два Ивана, три плана всегда. Вот. И говорить о единстве очень сложно, потому что наша история такова. Там феодалы были, корольки такие были, вот делились справа налево, слева направо. Но я скажу больше, не только хвали американцев, я буду хвалить и своих. Когда случилась беда на востоке Украины, независимо запад, или восток, или центр, наш народ настолько любвеобилен и жертвенен. Это уму непостижимо. Вы видите. Это уму. Давали и отдавали последнее, свое. Консервацию, картофель, хлеб, кто-то давал, кто-то последнюю копейку. Вы говорили до эфира, что вот это вот, а то содержали добровольцы и волонтеры. Я не так говорил, Юрочка. Я говорю, что не только содержали, но и содержат. Ну и содержат. Независимо от того, что страны жертвуют миллиарды, но благодаря доброму сердцу украинского простого народа, волонтерству, капелланству, на сегодня, на востоке Украины, еще как-то додышат и живут. Все-таки дружба есть. На этой мажорной, кстати, ноте мы и окончим, потому что я чуть минору поддал, а вот вы мажор, вывели в мажор. Мы же музыканты с вами. Друзья, здорово. Вот у нас был эфир и с нами были служители пастыр церкви, старший пастыр церкви из Норского райна. Это пастыр Василий Гортовил, а также старший епископ из Украины. Это Василий Федорович Райчинец. Спасибо. Спасибо вам. Мы будем продолжать наши встречи. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова